Эй, Томми! Тот наш чемпион! Эй, Том! Хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон Лука. Спас твою жопу, Зон. Я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Вот. Понятно. Ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет? Вот это была гонка, да? Вот это и подружка, походу. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. Мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Вот, теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ладно. Доведу его до дома. Это типа у них спросили, где поле, да? Ну, типа давайте мы сами поищем вначале. Молодец, чемпион. Где поле. Потом, если не найдем, то обратимся. Чувак, это норм. Дружище. А что ж ты так? Тоже, наверное, не на меня вставил, да? Ну, ладно. Так, Сэм. Сэм должен сто процентов найти поле по-любому. Молодец, чемпион. В прошлый раз ты погнал, когда я тебе пушку в башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в день, так что тебе ничего не угрожает. Эй, ты поле не видел? Он нажрался в хлам. Едва на ногах стояла. Понятно, скотина. Я думал, хоть ты, алкаш, знаешь, где он. Где на Ди наш поле, кстати, реально. Управление полиции Лос-Хэмлены просит наполнить, что продажа и употребление спиртного строго запрещено. А почему оно отмечено, зона? Где-то здесь? Опа. Опа. Привет, дружочек. А что ж ты так накидался, то, что ты в покрышках-то отдыхаешь? А, это мусор. Здоровая сказала, ну, а утка сказала, кря, аптечка сказала, а что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он, козёл. Проявил бы уважение. Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты всё тут не заблевал. Ну, надо. Ты прав. Прекрасно. Идём, чемпион. Так, тачка рядом, в принципе, его надо отвезти домой, да? Не падай, друг. А мне на этом корыте его везти, да? Дружище. Поехали. Кстати, протрезвел прям. Моментально. Поехали, я тебя домой отрежу, брат. Ага, полетел. Ты молоток, Томми. Классно будешь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Знаешь, что я сказал, когда мы тебя нашли? Что ты сказал, Полер? Я сказал, он классно водит. Да он в Сальери. Этот парень классно водит. И вот мы здесь. Это точно. И вот мы прямо здесь. Вот. Мне даже неловко, Том. Вот гляди на себя. Ты теперь, ну, типа гонщик-победитель. Новичка везёт. С тех пор, как ты в семье, у тебя всё тип-топ. А знаешь, почему? Просто мы с Сэмом оберегаем тебя от серьёзных дел. Вот как. Ты не знаешь, как это бывает. Тебе приказывают явиться к Дону. И тебя прямо всего трясёт. Я делал жуткий... Дон, так мне явно не полегчает. Ну, в общем, какое. Я делал жуткий... Это таксист ублюдочный, который... Ну, а что ты туда лезешь вообще? Я делал жуткие вещи, Том. Мы все тут заодно. Я делаю то, что приказывает Дон. Точно так же, как и ты. Ты похож на меня. Не можешь просто отключать эти мысли. Ты на меня похож, ты как я. Выбрасывай тебя с головы, как Сэм. И приходи домой, будто ничего не было. Оля, ты пьян. Престань болтать, пока ничего лишнего не наговорил. Дови в небо сейчас девку. В этом я тебе не помогу. Отвези меня к девкам. Давай в голубые тропики. Давай-ка лучше домой поедем. О, мост. Гружай через мост на остров. Отвези меня к девкам. Отвези к сладким красоткам. Я что, дома? Ты меня домой привез? Может... Мам, может... Ты... Ну да. Это хорошо придумал. Ладно. Я тогда... Сладких снов, здоровяк. О, тогда... Так, только не в машине, дружище, вылазь. Сара. Ты последний, Том. А, наш, типа, племянница, да, Луиджи? Не, пойду домой. Э, Томми, пока ты здесь, могу я попросить тебя об услуге? Давай. Да, Луиджи, в чем дело? Проведи мою дочь домой. Сару? Я думал, она сама кого хочешь проводит. Да, она такая. Но знаешь, возле ее дома стала оживаться какая-то чертова шпана, кати в эрогации. Хомяк пристает к прохожим. Сара. Девушка с характером. Она может ляпнуть что-то, что им не понравится. И дело для... Если проводишь ее, эти козлы уяснят, что она Дону как внучка. Не вопрос, Луиджи. Почту за честь. Да. Сара! Мы закрываемся! Что происходит? Том. Том проводит тебя. Неужели? Эй, работа такая. На всякий случай. Она дочка его, да? Ладно. Если тебе так спокойнее, пап. Дочка. Увидимся завтра. Я возьму пальто. Буду ждать снаружи. А че не отвез, почему ты шпал? Сара, ты как? Меня провожать не обязательно. Мы же все равно думали встретиться, Чирков? Ну да. Не волнуйся о том, что он может подумать. Дело не в этом том. Для него я все еще ребенок. Я понял. Он тебя опекает. Луиджи многое повидал. Мы все повидали. Расскажи, почему ты таскаешь еду? Эй, я ее готовлю. И мне решать, что с ней делать. А, ну забирайте подымали. Все что встанет? Может завтра настанет день, когда он сам приготовит себе завтрак? Можешь постучать в дверь? У меня только две руки. Тишина. Аня? Сара! Это мне? Да. Но боюсь там меньше, чем в прошлый раз. Этого хватит. Но она думает, что ты ангел. Но он не любит, когда ира пропадает зря. А это? Ну конечно, это Томми. Сара вас много рассказывала. Надо же. Ты теперь знаменитый гонщик, Том. Все о тебе говорят. Да, она права. Все. Все? Всего доброго. Ладно, Джульет. Не пускай в дом в сквозняки. Увидимся в церкви. Спасибо. Хорошего вечера. Погревам. Буэнэ нотэ, Томми. Мама! Твой ангел Стара принесла еще еды. Угу. Это было очень мило. Да. Увы. У нас в квартале многие голодают. Да. Сегодня прекрасный вечер для прогулки. Только не стоит погибать из-за меня. Ой, какое отражение. Постараюсь выжить. И это все? Ты водишься с бабником в самом тропане. И все, чему ты научился. Это прекрасный вечер для прогулки. Разве я не прав? Ну что, не так? Пожалуй, прав. Так, я вижу две отметки на карте впереди. Я так понимаю, нас ждет приключения. Цветы для дамы, сеньор? Не, спасибо. А как же мой букет? Постой. Я провожаю тебя домой по просьбе Луиджи. Когда у нас будет настоящее свидание, будет и букет. Возможно. Если отец не запретит мне встречаться с кем-то вроде тебя. Почему он уже запретил? Луиджи? Да не. Эти парни уже давно ко мне пристают. Я тебе не говорила, знала, чем все закончится. Но стоило сказать отцу, и он назначил моим защитником именно тебя. Так что да, он знает. Значит, как я и думал, проблем у меня не возникнет. Будь он против, ты бы сразу понял. Я знаю, что стало с моими бывшими. Я помогала прятать тела. А, значит, я твой. Я старалась тебя оберегать, Томми, Анжела, с самого начала. А давай сходим куда-нибудь завтра вечерком. Может, в кино или еще куда-то. И ты получишь букет. Я не против. Ага, я понял, типа. Оу, привет, красотка! Да ты нам изменяешь? Отвали! Не надо огрызаться, куколка! Так и быть, пусть твой хак смотрит. Парни, у вас проблемы? Проблемы у тебя, раз ты вздумал увезти нашу телку. Похоже, вы не понимаете, с кем имеете дело, придурки. Даю вам последний шанс. Не испугал. Мы знаем, чей ты человек. Может, по молодости Сальери и был крутым. Но сейчас он старый пердун. Морелла его со дня на день спишет со счетов. А ну. Я справлюсь без Сальери. В одиночку. Говно вопрос. Вы слышали его? Давай, иди сюда, дерьма кусок. М-м-м-м. Куда? Это же сладенько. Наливай. Отойди. Давай, дурочек. Это просто конфетка. Да. На хер пошел. Такой диккий, ни к чему гулять с этим уродом. Давай, вскрой его, пролей крови. Открой меня, и ты труп. А как бить? Настоящий мужик, а не придурок. Ага, понял, как бить. Оп, оп. Раз, два, три. Всего хорошего. Спокойной ночи. Отдыхай. Сейчас твоему кавалеру хорошенько намнут пока. Давайте, наверное, этого тут же отправим отдохнуть немножко. Давай, дружище. Добрый сладкий снов. Доброй ночи. И вот это обезьяну надо бы тоже немножко успокоить. Вот так. Отдыхай. Не вставай, не благодари. Ты с ножом решил? Какой ты смелый. Вдруг мой. Так, не надо делать. Отдыхай. Я там последний придурок был. Алло, ты. Отвалят меня. Трубой. Хотел слет и трубой зарядить, бля. А игра решила немножко по-другому. Красный? Томми! Добрый ночи. Раунд два. Пайт. Хе-хе-хе-хе. Твоя очередь. Да, давай. Надеюсь, ты крепче своих дружков. Я тоже надеюсь, что мы немножко как бы оторвемся хотя бы тоже. А, так он касается спокойно. Нет, не спокойно. Как будто в этот раз он решил. Ты шо, охерел? А ну трубой его давай. Может ему бита, типа маловато. Может трубой сразу, типа. Хе-хе-хе, ты вообще сюда пришел. Ага. Эй, там еще дружочек. Отдохни. Не вставай. Что ты делаешь? Трубой, брат. Не плохой рук справа. Молодец. Ну ладно. У тебя кровь. Это не моя. Пойдем ко мне домой. Я посмотрю. Че? А разговоров-то было. Может зайдешь, чтобы я тебе помогла? Все думал, когда пригласишь. Притормози, парень. Я просто подлатаю тебя. Давай, садись на диван, закатай рукав. Принесу иголку с ниткой. А нет, моя. А чем порнули? Я ж вроде... Не так уж и плохо. ...поглонялся. Дать что-нибудь от боли? Нет, я в норме. Больше не делай так. Как? Ты понимаешь, о чем я, Том. Пусть в следующий раз поле тебя штопает. Выпить есть? Подарок от Дона. Глотней еще. Ты его шить будешь, ну? Понятно. Потерпишь немного? Да, конечно. Хорошо. Не хочу, чтобы потом старуха-соседка жаловалась хозяевам на шум. Только поскорее, ладно? В таком деле спешить нельзя. Чем хуже шов, тем страшнее шрам. Вот как? Час-то рано штопало? Приходилось. Только отца. Моя мать частенько его изводила. Он научился уворачиваться от тарелок, но однажды она проткнула ему руку спицей. Прямо насквозь. Зачем? Хорошая семейка. Просто. Потому что была ревнивой пьянью. Все. Не лучший шов. Но сойдет. По крайней мере, он будет напоминать не о тебе. Ты останешься здесь. Не хочу, чтобы ты выходил в таком виде. Эти уроды ищут тебя по всей округе. Как скажешь. У тебя нет лишнего деяла? Нет. И отопления нет. Притормози, парень, говорила она. Чего? Нормально? На диван? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...